Приветствую, с вами Крохакерман, и после двухнедельного безделья решил я все-таки замудить обзор на этот фановый режим Bolt Action Ground Battle, что в переводе на русский означает сухопутная битва, винтовка со скользящим затвором. Погнали! Правила режима очень просты. Доступны два режима, Push Mod и Front Line Mod. Главные особенности режима вместо нормальных пушек у нас имеется Мосинка и М24, плюсом к снаряжению идет суперкрутой пистолет Вэлрот, ну и гранаты. Вот и все особенности этого режима, но скажу вам реально фаново, и можно будет прокачать скилл снайпера, если он у вас не ахти. Перейдем к вопросу, что лучше взять. Из двух полтовых винтовок, которые мало чем отличаются, но все же различаются, выигрывает Мосинка за счет начальной скорости и проникающей способности, но подвох есть в дополнительных обвесах. Это магазин обоймы, что склоняет выбор именно к Мосинке. Считайте, вы отстреляли весь магазин, быстро перезарядились и вернулись в бой. Что еще можно добавить? Выбрав Мосинку, ставим на нее такие вот обвесы. Прицел ДОС, шестикратный с приключением на трехкратность. Рукоятку на ускоренное прицеливание, она вам очень поможет. Обойму магазин стоит учитывать, что этот обвес конфликтует с некими прицелами. И, конечно же, смазанный задвор. Берем, чтобы... А если вы промахнулись, смогли быстро выстрелить в ноги. Теперь по амуниции. Берем пистолет Вайлрот со смазанным задвором, чтобы спасти себя от унижения при перезарядке основного оружия. Также раскрустка и броня здесь не нужна, потому что вы тащите на себе много патронов. В крайнем случае можно прихватить гранату или обвес для пушки. Но стоит понимать, что даже взяв броню, вы не спасетесь от крупнокалиберного оружия. В игре чаще всего хватает одной пули, чтобы осознать свою ошибку. А если сбросить все снаряжение, вы увеличите свою скорость бега. И сможете маневрировать между выстрелами противника. В общем говоря, можно сделать кучу сборок. Ну, самые важные факторы я упомянул. Мол, смазанный задвор и обойма. Играет огромную роль, а все остальное можете менять. В зависимости под ваш вкус и стиль игры. И смотря, атакуете ли вы точку или нет. Теперь давайте поговорим о новостях по инсурге на сегодняшний день. Итак, супер крутая новость, которая может быть реально воплощена. Или же это первоапрельская шутка. Ну так вот, скинчик в стиле японских кэт. В розовом цвете. Наподобие Hello Kitty. Я надеюсь, очень надеюсь, что это первоапрельская шутка. Потому что такие скины не подходят под тематику игры. Мол, розовый цвет в темных тонах игрового мира ни разу не вписывается, а наоборот выделяется. Так что не круто. Продолжим. Второе, это новые HD текстуры. Высокого качества. Сложно, конечно, сказать, что было до обновления 1.6. Тупо не помню. Ну да ладно. Это хорошие вести. Посмотрим, что выйдет в итоге. Далее поговорим про конкурс карт. Сообщество сделало свой выбор. А разработчики уже проанализировали и дали ответ. Кто какие места у нас занял. Первое место у нас идет Присон. Второе место Last Light. Третье Оазис. Четвертое Мат Уиллэдж. Ну и пятое место Дипломейси. В принципе, неплохие карты. С5. В 3 я точно играл. И скажу, отличный выбор. Но окончает, что другие очень хорошие карты не попали в этот список. Хотя там красота была, что надо. И непонятно, будут ли новые карты выпущены одновременно. Или вообще, как будет происходить выпуск этих карт. Но я так думаю, мы узнаем это 15 апреля. Там-то и будет стрим в новостном формате. И нам будут рассказывать про обновление 1.10. А вот обновление 1.9.2 уже скоро будет выпущено. И можно будет сказать, каковы дальнейшие планы разработчиков на эту замечательную игру. А что думаете вы по поводу HD текстур и новостей про конкурс? А также дальнейшее направление игры? Пишите в комменты, будет интересно узнать ваше мнение. А на этом я с вами прощаюсь. Удачных боев!